Подруги, привет! Сегодня снова свой влог начинаю в машине, но ничего не поделать, такие у нас обстоятельства. Тихонечко-тихонечко, как мышка, прокралась из дома для того, чтобы не разбудить мужа и ребенка, которые остались дома сегодня, но, по крайней мере, утро будут проводить там и ждать меня. Я, в свою очередь, поехала к гинекологу, и сегодня у нас с вами важное дело, мы сегодня будем сдавать тест на беременный диабет. Будем проверять, все ли в порядке, сдавать прочие анализы и, в общем, смотреть, какие результаты сегодня или завтра к нам вернутся. Большое дело, 25 недель ровно, уже стукнуло, когда, получается, вчера, наверное, сегодня у нас 25 недель и один день. И, да, это то время, когда гинекологи рекомендуют сдавать кровь на сахар. С недавнего времени, насколько я понимаю, от этого теста можно отказаться, хотя, может быть, и давно можно отказаться. К слову говоря, моя подруга, которая тоже сейчас беременна, она написала бумагу о том, что она отказывается от этого теста и сдавать его не будет. Я, в свою очередь, решила все-таки его сдать, просто потому что, ну, у меня в связи с особенностями моего организма и того, как протекает моя беременность, все-таки, наверное, ну, я не знаю, наверное, польза превышает риски. И следует сдать этот анализ. Плюс ко всему, мой гинеколог в Риге, которому я отправлюсь по приезду через уже, получается, господи, что, недельки три, наверное, да, она все-таки настоятельно рекомендует этот тест сдавать. И я помню, уже в прошлый раз я у него спрашивала, могу ли я отказаться, она мне сказала, ну, ты знаешь, я все-таки своим пациенткам рекомендую сдать, тебе все-таки, наверное, особенно рекомендую. Ну, и я как бы не стала нарушать ее рекомендации, и в этот раз сдам этот тест. Что еще? Значит, 25 недель ровно из такого, что меня беспокоит, тревожит, наверное, самое главное. Увеличились мои отеки, но они увеличились, знаете, так, в общей сложности. То есть их стало немного больше, я замечаю, что грудь моя стала больше, пальцы отекают больше. С ногами с моими ровно все то же самое, что и было недели ранее, ничего не изменилось, я продолжаю носить компрессионное белье, все окей. И также я еще добавила бандаж. Я его показывала в прошлом видеоролике на прошлой неделе. Это такие легкие бандажи, которые, ну, в общем, не сильно меня сковывают, но в то же самое время даже на таком раннем сроке помогают носить живот немного легче. И вес. Я вот просто взлетела, как ракета, как говорится, и еще плюс 2 килограмма за последние 2 недели. В общей сложности за 25 недель моей беременности плюс 6 килограмм. Я, конечно, радовалась первые 20 недель, когда я набрала 2 килограмма, но вот последующие 5 недель, бам, тебе, пожалуйста, еще 5. Это, конечно, меня беспокоит, и я уверена, что моего гинеколога это тоже будет беспокоить, и она вот, в общем, будет думать, что со мной делать. Но первое, что со мной делать, это, конечно же, анализы, которые нужно посмотреть. Опять же, думаю, что все будет хорошо, но ладно, давайте не будем забегать вперед паровоза, будем все по порядку. И, в общем, буду вам вещать из, уже, надеюсь, кабинета гинекологического о том, как у меня дела, поскольку там я должна буду провести сейчас ближайшие 2 часа. А 2 часа в кабинете я проведу просто потому, что, ну, таков процесс. То есть ты приходишь, с пальца берут кровь и проверяют общий уровень сахара в крови. Если он не превышает норму, то тебе можно делать тест. Значит, ты выпиваешь 8 ложек сахара, то есть это глюкоза прямо, многие говорят, что отвратительно. Но я, на самом деле, в прошлый раз как-то выпила и выпила, сладко, ну и сладко. Очень сладкий сироп, мне даже не потребовался лимон. Который я тоже не взяла и в этот раз. А те, кто не могут терпеть эту глюкозу, может помочь сок лимона немного. Так вот, потом ты час сидишь и ждешь, берут кровь, проверяют. И потом еще раз час сидишь и дальше берут кровь и проверяют еще раз показатели сахара в крови. Ну, в общем, смотрят динамику. И все, этот тест вот таким вот образом проходит. Плюс у меня сегодня осмотр моего гинеколога, взвешивание их весы. Кстати говоря, еще ни разу не сработали мне на руку, они всегда показывают больше, чем весы дома. И что еще? Ну, короче, надеюсь, смогу снять. Я, кстати, еще не спрашивала разрешение снимать, но сегодня очень хочу снять весь процесс и показать вам, как же мы будем делать этот тест. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в правильной клинике вам должны дать глюкозу, которую вы будете пить, все осмотреть, прочесть и чтобы вы понимали, что вы будете пить. В общем, здесь все в порядке. Так, ну что, подружки, вот он сиропчик золотой. Очень сладко, но у меня нормально. Я-то очень сладко ешь. Спасибо. В общем, пить можно в течение двух-трех минут, но я, как видите, молодец. Выпила весь сахар сразу. Очень сладко, но мне вот, ну, возможно. Все сделали. Как вы видели, значит, глюкозу выпила я нормально. Для меня, на самом деле, хуже, чем выпивать эту глюкозу и, в принципе, что тебя три раза тычут иголками. Для меня хуже это вот послевкусие во рту. Потому что после того, как ты сдаешь, что ты с тебе нельзя ни пить, ни есть, то есть разбавлять сахаром в организме нельзя. И вот эта сладость безумная во рту, это просто что-то с чем-то. Ну, для меня это прям невыносимо. Мне кажется, от нее может подурнеть, нежели от того, что ты, в принципе, съел 8 ложек сахара. Ну, или сколько их там, этих ложек. Потом вес. Я встала на весы 78 с копейками. Как я уже говорила, что эти весы, они всегда меня предают. Ну, справедливости ради, я была в одежде. На мне бандаж, который я не сняла, у меня компрессионные чулки. Короче, дома я сегодня взвешивалась. Было 77 килограмм. И учитывая, что свою беременность я начинала 70, там, и 8, и что-то такое, ну, грубо говоря, окей, мы можем допустить, что это 71 килограмм, то плюс 6 точно есть. Ну, сегодня по Эвисан плюс 7. Я думаю, моя Маргарита Андреевна будет меня ругать. Ну, ладно, что уж там. Главное, чтобы все было хорошо со здоровьем. Конечно же, цифры, они, ну, как, расстраивают, потому что, вот, просто представить, 20 недель у тебя плюс, там, 2-3 килограмма, 25 недель, все, сразу у тебя, там, 6-7 килограмм, да, получается, сколько. Ну, вот для меня это прям кошмар-кошмар. Ну, о вердикте моего доктора я узнаю через минут 5, когда пойду к ней на прием. Себя я только успокаиваю тем, что живот у меня большой. Я правда чувствую, что живот, он очень большой, и грудь тоже очень тяжелая и большая, поэтому, ну, вот, буду на это все списывать. Что еще по тесту на диабет? Значит, я сдала кровь. Изначально я забыла о том, что я не только сначала перед лепиванием глюкозы сдаю кровь из пальца, но и также из вены. Потом пью глюкозу. Сейчас мы час ждем, я остаюсь здесь. Это необходимо для безопасности, потому что может стать плохо, и все-таки такой объем сахара в крови сразу для беременной, ну, непростое дело. Следовательно, час я сижу здесь, мы берем кровь еще раз, и потом еще один час я жду, и мы берем кровь в последний раз, и все, меня отпускают, я могу отправляться домой. Задчики мои, словом говоря, проснулись. Котенок проснулся ровно в тот момент, когда я вышла из парадной. Я ее, ну, в телефоне, в камере видела, и папа уже там вплотную им занимается. Так что нужно им позвонить и уточнить, как у него дела. Так, подружки, я вернулась в машину. Я стою прямо у двери гинекологии, и я поняла, что мне чего-то там как-то тяжеловато, потому что сидеть неудобно, вокруг люди, жарко. Сегодня в Санкт-Петербурге очень-очень жарко. Это еще один фактор, который влияет на мое самочувствие в беременности, это, конечно же, летняя жара. И тут я возвращаюсь к своему умозаключению о том, что все-таки зимой быть беременной мне легче, нежели чем летом, несмотря на то, что нет вот этих слоев одежды. И вот вроде бы как бы должно быть комфортнее и легче, но тем не менее, когда прям тепло и самая вот такая классная погода, мне совсем-совсем тяжело. С гинекологом моим мы поговорили по поводу моего веса, и, осмотрев меня, она сказала, слушай, да у тебя тут везде вода, просто в животе вода, в руках, в ногах. Она говорит, ты отекаешь, конечно же, колоссально. Ясно, что это не, там, я не знаю, не признак того же самого гистозы и так далее, ну, не под ним отеком это все определяется, и далеко не, это не главный признак. Но, тем не менее, это особенность моего организма, я отекаю всегда и везде, и поэтому вот эти отеки, они как раз-таки дали нам, вот бабахнули прям за последние две недели, еще плюс мои килограммы. И на самом деле это вот не то, что я там поднаела или еще что-то, но на самом деле это отек. Плюс ко всему малыш уже сейчас такого приличного веса, насколько я понимаю, это порядка полутора килограмм. Как-то я была убеждена почему-то, не знаю, наверное, из-за всяких разных своих приложений, что там грамм 700, но, как оказывается, нет, сейчас где-то полтора килограмма. Вот, мне осталось посидеть еще 15-17 минут и подождать следующего анализа, ну, то есть забора крови. И в целом я смогу уже после этого анализа, если захочу, поехать домой. Если нет, то, понятное дело, час можно здесь посидеть, еще подождать и окончательный третий сдать, и все, тогда я уж на сегодня свободна. Что у нас из дальнейших шагов? Мы, дабы снизить мой отек, доктор мне назначила более сильный препарат мочегонный, чтобы выводить эту всю воду, но тоже очень аккуратно, осторожно, там, по полтаблетки один-два дня, и вот смотрим на реакцию и так далее, и так далее. В общем, дала свои рекомендации по режиму диеты, там, питья и так далее. Коленно-локтевая позиция, это когда стоишь на колене и локте, это должно помочь немного освободить, в общем, все протоки, на которые давит и живот, и вес, и ребенок и так далее. Ежедневно несколько раз нужно стоять. Ну, и, в общем, перед моим отъездом 23-го я еще должна буду к ней прийти, если не станет хуже. То есть, если станет как-то с отеками хуже самочувствие и так далее, и, конечно же, результаты сегодняшних тестов, то тогда к ней я приду пораньше. Но, в целом, вот 23-е число, у нас прием, мы посмотрим, что у меня с отеками, и она меня уже отправляет и отпускает в путь в Ригу, и там уже я, в общем, перехожу к своему гинекологу в Риге. Так что, вот такие вот подруги дела. Сейчас пока жду, покажу, чем буду заниматься. Вот чем я буду заниматься. Я буду просматривать и отбирать фотографии с нашей фотосессии, которую мы делали с Арсом на прошлой неделе. Это наша беременная фотосессия, которая, как мне кажется, вот уже просматривая тут фотографии, получилась очень даже клевой. Показывать сейчас большинство фоток не буду, просто потому что, ну, сами понимаете, тут нужно их отобрать для того, чтобы уже обрабатывать. Но что-то типа вот такой вот красоты у нас тут получалось. Котенок наш, как вы знаете, он тоже принимал участие, поскольку у нас отменились няни, бабушки и прочее. Ну, это кто смотрит мой канал, те знают. В общем, и вот мы тут фотографировались. Здесь у нас фотографии с УЗИ малыша. Тут мы с Арсиком такие прям романтичные. Ну, короче, вот чем я буду заниматься. Буду сейчас отбирать эти фотографии, смотреть, что у нас получилось. Ну, и, конечно же, вам покажу результат уже после того, как мы эти фотографии обработаем. Так, засиделась я там своими фотографиями, мне уже из гинекологии звонят. Да, Ца Александровна, а вы где? Вы там не упали где-нибудь? Реша волнуется. Две минуты опоздала. Все, бегу. Так, звездюлей я получила от медсестры. Я только сразу, что я тут шарюсь. И не пришла вовремя, на две минуты опоздала. Короче, сказали, ровно через час, чтобы была как штык. Если плохо, сиди тут. Мы обычно не отпускаем. Короче, я говорю, ну ладно вам, баба. Я тут в машине рядышком, прям вот окошко ваше, вот моя тачка, сижу я там. Ну, правда, на самом деле, мне намного удобнее и легче в машине. Просто потому, что в этот раз... Ой, сейчас, погодите, все, да? Так, уселась. В общем, в этот раз, сейчас уже час прошел, и я чувствую, что мне, ну, как-то, знаете, не сильно-то и хорошо. То есть я вот в этот раз ощущаю, что как-то дурненько, вот так вот неприятно и дурно, и хочется лечь, и все такое тяжелое, и сердце бьется. И как-то вот прям тут все такое... Ну, не тошнит, но, в общем, нехорошо. И поэтому сидеть там вот в приемной с людьми и в жаркую погоду для меня вообще невыносимо. Следовательно, сижу я здесь в машине и буду ждать еще час, никуда не поеду. Лучше буду вот не шевелиться, всяко безопаснее здесь рядом у двери, чтобы, если что, позвонить и дойти, и как-то вот хотя бы попросить там помощи или еще что-то. Вот, так что буду сидеть еще часик и ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, подруги, еще один час прошел. Время отправляться нам делать, что у нас получается, третий уже анализ крови, точнее забор крови. Накрашу хоть немного губы, несмотря на то, что они у меня будут под маской. Ну, так как это гигиеничка прям с цветом и с сильно приятным ощущением на губах, то, ну, как бы, лишь бы у меня было лучше. Написал мне Ars и говорит, твои турбозавры идут тебя спасать. В общем, я ему сказала, что чувствую себя достаточно паршиво и дурно, поэтому оба они, уже в зеркало тут их выглядываю, вышли из дома и идут ко мне меня спасать. Очень удобно, что кабинет моего гинеколога, он здесь вот прямо рядышком. Если пешком идти, ну, там, просто из-за светофора, там, минут, наверное, пять, вот, а на машине это вообще две минутки. Вот, так что все, иду, значит, я в третий раз сдавать кровь, и все, на этом мы заканчиваем, и, наконец-то, я смогу поесть. Наконец-то я смогу выпить воды, которой очень сильно хочется, у меня тут уже целая бундулина стоит и ждет меня, и смогу что-то немножко-немножко перекусить. Ну, а во всем остальном, я думаю, что все в порядке. Теперь ждем только анализов. Доберусь домой, уложу ребенка спать и сама немного отдохну. Ну, с Бэйбиком, кстати, вот, я все о своем анализе, анализе, с Бэйбиком все хорошо, сортибиение на 140 ударов в минуту, растет, чувствует себя хорошо, и все у него отлично. Так что сейчас, что касается, вот, как раз-таки, следующего раза, когда мы вообще его увидим с вами, это 17 июня, когда мы поедем к доктору Каштановой, и она будет делать там наши доп. УЗИ, и там, о, так, у меня, господи, как он называется, будильник сработал, пора идти. В общем, там мы сделаем доп. УЗИ, и уже, надеюсь, мы сможем посмотреть такие симпатичные 3D-картинки, и как-то уже хотя бы приблизительно понять, как будет выглядеть маленький малыш. Все, на этом сегодня заканчиваю, все, нам пора бежать, дабы доктор моя и медсестра снова меня не наругали. Будем сдавать кровь в третий раз, и все. Миссия выполнена. Вот они, мои герои, приехали меня спасать. Турбозавры. Турбозавры, это, в общем, их любимая игра сейчас в турбозавров. Эй, турбозаврик. Ну, короче, тут он бедит за дорогой, все ли в порядке, и не дай богу. Не пропустить ли нам поворот. Короче, все в порядке. Все, меня везут домой, сейчас мы зайдем в аптеку, еще купим некоторые витамины, и то, что нам доктор прописал. Для маленького малыша. Я, кстати, загуглила на 25-й неделе размер малыша, и почему-то везде, вернее, его вес, пишут там 700-800 грамм. Доктор моя говорит, слышь, у тебя там 1,2 кг точно. Даже со всей твоей водой вокруг живота и прочего, малыш у тебя большой, и на самом деле это в норме. Он не большой, он в норме, все нормально. Так что мы подросли до 1 кг, как минимум, но доктор говорит 1,2 кг. Но это мы еще на УЗИ проверим, так что будет интересно, кто прав, доктор или наши все приложения и гугл. Но я склонна доверять докторам. Этому и... Я не положу. Да, и результат нашего теста на сахар ожидается завтра-послезавтра. Так что об этом буду уже сообщать вам на следующей неделе. Все, на этом прощаюсь. Всем доброго дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok